И, допустим, один царь сражался в сражении и сбежал с поля битвы, тайко он сбежал, короче, и стучится как бы в ворота, говорит, стража как бы открывайте. И жена увидела, она говорит, не открывайте. Он говорит, почему? Иди назад. Я хочу жить или с честным мужем, или его похоронить. По-честному похоронить. Или жить с честным, или похоронить по-честному. Но с предателем жить я не буду. И он победил в результате, что оставалось делать. Ну, по милости жены, естественно. Понимаете, да? Это что за любовь такая вы скажете? Вот такая любовь. Строгость – это проявление любви. Она же не сказала, я теперь с тобой вообще жить не буду, ты сбежал с поля битвы. Она сказала, что буду, если вернешься. И победи же. А если нет, значит, я тоже, соответственно, погибну. Потому что тогда, если женщина-царица не погибает, значит, она становится рабыней. Все, вариантов нет. Как в Казани, Иван Грозный завоевал Казань. И как бы там дочь царя, или жена была, я не помню точно ту историю. Ну, он говорит, выйди за меня замуж. Он говорит, построишь мне вот за несколько дней башню? Выйду. Не построишь, не выйду. Ну, взял, построю. Она говорит, я хочу посмотреть, что за башня. Залезла и сплюнулась с ней. Разбилась на спину. Башню до сих пор стоила. То есть, понимаете, как бы очень хорошо в сердце понимать в своем, что нет компромисса в жизни. Но есть доброта. Доброта – это не компромисс. Доброта – это тактика, побеждающая судьбу. Вот, допустим, ты не злишься на человека, но и не уступаешь. Вот это доброта. И еще одну вещь надо знать, что доброта не подразумевает, что, типа, как бы, вот, все справедливо, поэтому я добрая. А если не справедливая, я злая. Понимаете, я хотел сегодня на лекции еще одну вещь сказать. Большинство людей не знают просто, что в этом мире такой справедливости, которую мы ждем, нет. Здесь есть другая справедливость. Вот если я судьбу свою принимаю, по-доброму к ней отношусь и побеждаю, тогда будет справедливость. А если я психанул или психанул, или, типа, а что это такое? Как ты себя ведешь? Да ты вообще понимаешь, что так мне это нельзя вообще? Да ты ничего не понимаешь, да там это невозможно. Такой справедливости нет. У вас чувство справедливости, как бы, да ты что, да ты как бы изменил, да ты бросил меня, да ты бросил детей там и так далее. Да ты там побил меня и так далее. Есть только две причины, когда мужчина, ну, нормальный мужчина может побить жену. Только две причины всего. И обе указывают на то, что жена сама не права. Ну, нормальный мужчина. Если вы за дурака вышли замуж, ну, тогда понятно. Правильно. Ну, то есть, он будет драться в каждую секунду. Ну, что с одним жить тогда? Он просто дебил. Такое может быть. И просто человек ни с кем не сможет жить, не только с тобой. Ну, он просто будет один и все. Такое тоже может быть. Ну, если это нормальный мужик был этот раз, драться начал. Только две причины. Первая причина. Ты очень сильно унижалась, долго перед ним. В жизни ему все позволяло. Он обнаглел и начал драться. Это унижение, это яд. Ну, какой сладкий яд, понимаете? Типа, как бы, хорошая девушка такая, униженная. Вроде хорошая. Но что делает с мужчиной? Делает его наглым. Это яд, но только скрытый, сладкий, незаметный. И вторая причина, это когда женщина, она, ну, вот, мужчина говорит одно, она ему противоположное. Он одно, она противоположное. Ни в чем не уступает вообще.